Болистов Спартака, хотя в этом плане, конечно, есть и свой лидер. Я имею в виду, конечно, Жанон Анидзе и пожелание выздоровления. Промес! Вышел один на один и Конюхов! Этот мяч берет, не намертво, но все-таки отражает. Великолепная передача на Квинси. С центральными защитниками будет достаточно забросов в сторону нападающих. И великолепный пас Луиса Адриана. Прямо в ножку. Шикарная передача. Посмотрите, здесь не успевает Бурлак. На скорости находится Промес, но здесь техники его хватает для того, чтобы обработать. Ну, выходит в элиту, а две команды будут в переходных матчах участвовать. И как раз-таки его Тамбов играл с крыльями в предыдущем матче. Внимание, атака, Зобнин, подача. Здесь Нацан справляется, и подстраховка тоже была. Готовы, готовы крылья к таким переходам. В атаку от Спартака. Передача от Фернандо в касании за Луиши. Гол! Зе Луиш! Великолепный мяч от нападающего Спартака. Что-то похожее на то, что продемонстрировал Луис Адриану в матче против Казанского Рубина. Экс-защитник которого, Бурлак, имеет какие-то претензии к партнерам. Но здесь, наверное, менее изящно. Но все равно очень быстро разобрался Зе Луиш. Опять же, если сравнивать с тем голом. Мы видим, здесь в линию выстроились три нападающих. Одним касанием принял. И со второго. С разворота пробивает. И здесь претензии к Нацану, который не сыграл плотно против Зе Луиша. Тем более, мяч прошел между ног бразильского защитника. В этом плане, конечно, не видел. Ну, не то, чтобы не видел момент удара. Но все равно не идеальный был обзор у Евгения Конюхова. Может быть, чуть запоздалый прыжок. Но удар. Удар здесь был как-то каков. Зе Луиш делает счет в Токау. У защитников Спартака. У фланговых защитников, в первую очередь. Достаточно сил для того, чтобы включаться по бровкам. Убегать, простреливать, подавать. Вот хорошая атака. За спину Ещенко прошла передача. Алиев! Прострел! И вот он первый момент у Самарцев. Александр Соболев. Удар этот не носил. Здорово открылся. Так, на ближнюю штангу сделал движение. В стиле вчерашнего Криштиану Роналду. Конечно, чересчур даже лесное, наверное, будет сравнение для Соболева. Но посмотрите. Посмотрите, как он здесь обошел Кутепова. Как он здесь в движении. Иначе, это классическая ситуация, когда открывается нападающий по диагонали. И Азар Алиев, его подключение и передача на Алиева. Вообще, сама по себе комбинация получилась классной. Двенадцать галлов уже загрязывая. Третий в списке бомбардиров футбольной национальной линии. Луис Адриано на Промеса. Промес наносит удар. Вот опять получилось. Не то чтобы по центру, но довольно комфортно для Конюхова. С низкопосаженным центром тяжести. У него тоже хорошее ускорение. Вот этот эпизод. Убежал от Нацина. Ну и прямо по центру, прямо в Конюхова. Который тоже хорошую позицию. Важно, важно, конечно, Квинси Промесу забить. Крыльев забивал раньше. Вообще, интереснейшая история взаимоотношения команд. Мержалол Касын. Борисчики со стажем помидора. Атака Крыльев. Кленкин пробивает. И Максимович как-то нехоть этот удар принял на себя. В пятку мячем и попал. Зобнин. Зобнин тут успел всех испугать своей травмой. Но он в строю. Он развивает эту атаку. Зелуиш. Зелуиш дальше катит на Промеса. Ударная позиция. И гол. Квинси Промес. Сегодня это буйная. И такая мощная атакующая линия. Где есть и Промес, и Луис Адриал, ну и Зелуиш. Со своими задачами справляется на все сто. Промес. Ну да, можно конечно вспомнить и нереализованные в первом тайме моменты. Но он забивает и лобызает. Спартаковский ролик. Как это все начиналось? Фернандо отдает на Зобнина. Зобнина. Зобнина здесь достаточно было пространства. Дальше там на Луис Адриан. Зелуиш. Паузу выдерживает какую. Здесь 3 в 3 была атака. И опять рядышком Натсон. И опять Бурлак. Не при делах. Классно здесь все было разыграно. И я... Тут, кстати, да, можно сказать, такой одинаковый финк получился. Да, резко в сторону убрал мяч. Что Зелуиш, что Промес. И Промес, на мой взгляд, так оригинально решил этот момент. Он был не в дальний угол, а в ближний из-под защитника. И забил Андрей Валерьевич Тихонов. Так, там, судя по всему, замена была, но мы с ней еще разберемся. Здесь Глушаков. Наконец-то ударная позиция у Глушакова. И главный по ритуальным услугам в составе Спартака. Хотя, с недавних пор, я думаю, в этом статусе пребывает Фернандо скорее. И бьет здорово. Мяч так прогнозируемо для Глушакова чуть сваливается. Но справляется многоопытный комик. Ну, здесь уже спартакские болельщики. Я начал рассказ о четвертьфинале с Краснодаром в 2010-м. Это не был предыдущий четвертьфинал. Внимание! Тут 3-0. 3-0. Здесь шапку-невидимку снял с себя Луис Адрян. Он уже, чтобы отпраздновать этот гол. Но в ней он находился по ходу всей этой голевой атаки. Как так прозевали Луис Адриану? Ну, отметим мы и исполнение. В одно касание. В это время, правда, было достаточно, по-моему, обработать даже и подобрать ногу. Но Адриану все исполнил в одно касание. Под голкиперой. И, по-моему, даже между ног. Обнаружил туннель. Смотрим. Вот так. Вроде бы хороши Самарцы на стандартных положениях. Но здесь Зе Луиш абсолютно осознанно делает скидку. Наигранная ситуация. На дальнюю штангу. Смотрите, какой кивок. Здесь еще после отскока от газона. То есть тоже нужно было под такое подстроиться. И Дмитрий Яченко, по-моему, просто отпустил Луис Адриану. Просто выключился из эпизода. 3-0. Спартак неожиданно крупно обыгрывает крылья Советов. Лишнее, как лишнее, напоминание о том, в какой хорошей форме Спартак находится. Потому что, ну, как сообщил мне ММ, поздно здесь уже готовится к удару. Потому что Крушаков вовремя отреагировал. Натсан. Башкиров. Может издали пробить. Пускай делает это редко. Передача. Алиев бьет и попадает. То ли в перекладину, то ли в крестовину. Ну, вот так. Поздновато крылья. Встрепенулись. Полет был нормальным по кубку, по турнирной сетке кубка. Но Спартак просто класснее. И ладно, если бы Спартак просто находился в своей идеальной форме. Может быть, как это было в случае с локомотивом, да? В одной... В шестнадцатой кубке. Но здесь, конечно, крылья по очень многое, конечно, кто был за Луиша, решил. Очень глубоко крылья играли. С этой схемой изначально, да? В три центральных защитника. И давали просторскую атаку. Давали начинать атаку. Здесь передача на ближний угол, где Соболев пытался на опережение сыграть. И Селихов тоже ведь принципиальный момент. Хочется на ноль отыграть этот кубовый матч. Хорошая передача здесь, да? Соболеву чуть-чуть не хватило. Можно было с острого угла этот мяч поддеть. Еще одна подача. Удар от Соболева. И гол! Пропускает от лучшего бомбардира кубка Селихов. Но здесь очень сложно было. Здесь Соболев 195 сантиметров. Даже прыгать не надо. Но он это сделал. И в противоход Селихову этот мяч был отправлен. Но как минимум крылья избежали крупного поражения. Подача от Зотова, по-моему, и Александр Соболев из-под... Тепова. Пробивает, играет напережение. Здесь немножко не хватило этого толчка. Вот видите, сначала, да? Вправо был небольшой приставной шаг. И вот еще, конечно, деталь важная. Селихов находился за линией. Ворот в момент толчка. Это тоже для голкипера такая помарочка. Пропускает от Селихова.